МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спортивный канал 7ТВ предлагает всем поклонникам скорости и автомобильного спорта рассказ о событиях РТСС, чемпионата и Кубка России по кольцевым автогонкам. Сезон завершен, и время оглянуться назад, вспомнив его самые интересные моменты. Сегодня в фокусе нашего внимания национальный класс. Класс, где все пилоты выступают на одинаковых автомобилях, с равными моторами, подвесками, тормозами. Одним словом, здесь показать себя можно только за счет гонщицких качеств, но и также за счет умелой и четкой работы команды. Сезон стартовал на трассе в Орле. Городская гонка – самый центр этого красивого русского города. Из первой линии стартовали Александр Желтов, номер 67, и Андрей Петухов, номер 17. Вся интрига заключалась в том, что еще год назад они выступали в составе одной команды «Такси-2». Но теперь Петухов ушел к конкурентам из коллектива «Джек-Пот», и поэтому спор этот был более чем принципиальным. Красная машина Желтова лидирует со старта. Петухов буквально наседает на соперника, а дальше на третьей позиции опытный гонщик из Самары. Игорь Саранча ведет свою гонку. Ну а дальше многочисленные пилоты рязанского коллектива, в то время как Желтов допускает вот такую ошибку, таранит бетон от бойника, но возвращается в гонку. Теперь лидирует Петухов, дальше Саранча, и на третьей позиции пилот из Рязани Сергей Долин. Очень опытный кроссмен, неплохо показавший себя и в кольцевых гонках. И, пожалуй, что Сергея Долина вполне мы можем назвать темной лошадкой в этом сезоне. Он достаточно быстр, но давно уже не выступал в национальном классе, и поэтому интересно будет посмотреть, чего он покажет в итоге за рулем отечественной лады. Александр Желтов на сильно поврежденной машине мчится к финишу на первой позиции, все больше и больше уходя в отрыв. Ну а за его спиной события потихонечку набирают все больше и больше остроты. Борьба весьма плотная, неудивительно, машины здесь одинаковые. Вот и в споре за третье место между Игорем Саранчой и Сергеем Долиным буквально полсекунды. А чуть поодаль напарник Александра Желтова Василий Кричевский ведет также отчаянную борьбу с соперниками. Ну а спор за бронзу в итоге все-таки завершился струкновением. Слишком уж Сергей Долин хотел прорваться вперед, слишком уж неуступчив был Игорь Саранча, но и до этого еще на команду джекпот. Словно гром среди ясного неба свалилось известие о проблемах с коробкой передач у лидера гонки Андрея Петухова. Гонщик был очень быстр, но протекающий из коробки масла перечеркнуло его шансы и тут же, смотрите, сталкиваются Долин и Саранча. Кому все это играет на руку? Все это играет на руку недавнему лидеру Александру Желтову. После своей аварии он шел только четвертым, но проблемы соперников позволили ему выйти на первую позицию. Но на самом последнем круге у Желтова закончилось топливо. Он докатился до финиша, но только вторым. Победу одержал неожиданно Сергей Долин. После этого пилоты приехали в курс, где продолжили выяснение отношений. Число участников РТСС пополняют новые пилоты, но правда лидеры в гонке прежние на полпозиции Александр Желтов. Здесь же и Сергей Долин, неожиданный лидер Кубка России. Ну а дальше расположились и остальные участники национального класса. Гонки в этой категории длятся по 50 километров каждая. Каждый гоночный уикенд состоит из одного заезда, так что шансов на ошибку пилотов практически нет. Вновь срываются машины с места. Знакомые нам уже красная лада Александра Желтова и точно такая же голубая машина Андрея Петухова. Ну а дальше очень-очень быстрый местный пилот курский гонщик Юрий Овчаров на третьей позиции на старте. Но впрочем чуть более опытные соперники быстро терли Курянина назад. И гонка пошла своим чередом. Видим мы как много машин в национальном классе. Здесь же и еще один дебютант, пилот из Воронежа Алексей Филимонов ведет свою борьбу. Здесь же и пилоты, которые давным уже давно состязаются в этой гоночной категории. Ну а четыре первые позиции занимают в том самом порядке пилоты, как и на прошлой гонке. Смотрите. Желтов, потом Петухов, Саранча и Сергей Долин. Курская гонка порадовала болельщиков, которых было 53 тысячи. Невероятно плотной и интересной борьбой. Надо сказать, что не всем пилотам удалось добраться до финиша. Но, правда, лидеры избежали серьезных проблем. Ну а это борьба. Льва Юдицкого, пилот из подмосковного Пушкина и уже названного воронежца дебютанта Алексея Филимонова. Пока все складывается в пользу новичка. Тем временем впереди также немало перестановок. Очень неплохо ведут гонку. Александр Птахин и Юрий Цыганко. А тем временем, тем временем, Андрей Петухов и Александр Желтов отчаянно спорят за первую позицию. И похоже, что вверх все-таки берет Андрей Петухов. Однако, пользуясь этой борьбой, на последних кругах эту пару настиг Сергей Долин, обогнал обоих и выиграл. Вот так получилось, что на третий этап сезона, который прошел в Москве в Лужниках, Сергей Долин приехал, выиграв две гонки из двух состоявшихся. Всякий раз он был не слишком заметен. Всякий раз стартовал не слишком здорово, но потом находил внутренние резервы и выигрывал гонку. Естественно, что пилоты, которые давно уже выступают в национальном классе, в общем, в известной степени приуныли, потому что рассчитывали поделить победу между собой, а тут, похоже, все шло к завоеванию титула гонщикам из Рязани, которого никто не учитывал в предстартовых прогнозах. Третий этап сезона – Москва. Александр Желтов, который до этого дважды финишировал вторым, дал перед стартом за рог. Если он не сможет выиграть и на этот раз, то самолично в гоночном комбинезоне и шлеме прыгнет в воду одного из лужниковских фонтанов. Ну что же, посмотрим, посмотрим, кто же будет в итоге купаться. Гонка складывается таким образом, что именно Желтов пока на первой позиции, но следом уже знакомые нам машины. Номер 17 – Андрей Петухов, номер 77 – Игорь Саранча, ну а напарник последнего – молодой Леонид Кулибаба, после небольшого происшествия продолжает гонку на изрядно помятой машине. Ну что же, для Желтова все пока складывается неплохо. Ну а где же лидер сезона? Где Сергей Долин? Сергей стартовал не слишком удачно, ну а дальше московская трасса показала свой коварный нрав. Это сошел пилот из Курска Юрий Овчаров, ну а чуть позже передрягу угодил и лидер сезона. Причем ассистировал, невольно ассистировал в этом ему его собственный напарник Дмитрий Малахов. Смотрите, вот как это было. Две черные машины борт в борт, и автомобиль Малахова врезается в бетонные блоки и переворачивается. Машина Долина также получила серьезные повреждения, и продолжить гонку, к сожалению, не смогла. Что ж, досадная-досадная осечка для пилота из Рязани, для лидера сезона. Ну а для Александра Желтова это все, конечно, очень здорово. На двух предыдущих гонках он финишировал на второй позиции, и теперь уверенно возглавляет третий заезд сезона в национальном классе. Дальше следом, после того, как Пейскар списывал пилотов, а судьи убрали вследствие того происшествия, на второй позиции Андрей Петухов, а дальше напарник Желтова Василий Кричевский. На четвертой позиции пилот из Воронежа Алексей Филимонов, ну а Леонид Кулибаба продолжает бороться с плохо управляемой машиной, но тем не менее упорно движется к финишу, разбрасывая запчасти по дороге. Александр Желтов довел в итоге ту гонку до финиша, и ему не нужно было прыгать в фонтан. Еще одна приятная новость для питерца, он стал лидером Кубка России в национальном классе. Но теперь предстояла решающая схватка. Номера 67 и 12 рядом, Желтов против Долина. Недавний лидер победитель двух гонок сезона против пилота, который захватил первую строчку, переломив судьбу и выиграв таки первую в карьере гонку на третьем этапе здесь же, в Лужниках. Принципиальнейшее противостояние. Вмешался в него знакомый уже нам Андрей Петухов, для которого сезон складывается не слишком здорово. Машина едет быстро, но регулярно ломается. Вот и сейчас Андрей Петухов на одной из лидирующих позиций, но до финиша добраться ему будет не суждено. Ну а Александр Желтов сделал самое важное. Он выиграл старт, захватил лидерство. На второй позиции Сергей Долин и эти два гонщика на протяжении всей дистанции были очень близко друг от друга, сражаясь за первое место. Чуть поуды ли мы видим знакомые автомобили. Это и Андрей Петухов, и Игорь Саранча, и неожиданно вышедший на третью позицию молодой пилот из подмосковного Пушкина Лев Юдицкий. Эта тройка не могла догнать лидеров. Очень плотно боролись друг с другом Желтов и Долин, но чем дальше шла гонка, чем больше продолжалась дистанция, тем больше казалось, что догнать Желтова у Долина шансов просто нету. Ну а Лев Юдицкий, как мы только что видели, утратил третью позицию в этой гонке, ошибся, протаранил бетонные блоки и пропустил вперед к Игоря Саранчу. Так эта гонка не закончилась. Желтов одержал вторую победу в сезоне и доказал, что по праву нанимает первую строчку в общем зачете Кубка России. Долин сделал все, что мог, но он на этот раз остался только лишь на втором месте. Опытный Игорь Саранча из команды Jackpot Sharks Motorsport занял третью позицию на финише четвертого этапа национального класса RTCC. Ну что же, Александр Желтов входит во вкус. Для него победа – это уже привычное дело. Пятый решающий этап сезона прошел здесь же, на трассе в Лужниках. Соперники вновь, вновь заняли первый ряд на стартовом поле. Чуть-чуть впереди машина Александра Желтова, чуть-чуть поудаль черная лада Сергея Долина. Каждый из них рассчитывал на успех. Впрочем, Желтов мог и пропустить соперника, поскольку финишировал до этого во всех четырех гонках сезона, причем не ниже второй позиции. Долин же должен был не только выигрывать, но и рассчитывать на неудачу соперника. Кроме того, коллектив «Такси-2» «Техникал-консалтинг» в составе Александра Желтова и Василия Кричевского уже по итогам четырех состоявшихся гонок оформил чемпионское звание в национальном классе. Ну что же, пилоты срываются с места. Москва в осеннем убранстве и впереди 50 километров дистанции, которые и назовут лучшего пилота национального класса, а также тех, кто займет в Кубке России второе и третье место. Машины проходят узкую после стартовую связку и мы видим, что первая позиция у знакомого нам уже Александра Желтова. До этого пилот столько раз был обойден фортуной, что теперь, кажется, отыгрался за все сполна. Выигрывает гонку за гонкой, ну а небольшие проблемы у Льва Юдицкого не помешали подмосковному пилоту продолжить движение по трассе. На второй позиции в этой гонке Сергей Долин, но, похоже, он и сам прекрасно понимает, что шансов отыграться у него практически нету. Ну а дальше знакомая нам уже борьба буквально колесо в колесо за каждую последующую строчку. Здесь немало опытных пилотов, немало и новичков, и, естественно, каждый понимает, что это последний шанс. В следующий раз возможность выйти на старт представится только через полгода уже в следующем сезоне, и поэтому, видимо, и оторванные бампера, и также болтающиеся на ниточках зеркала заднего вида одним словом ни себя, ни машины пилоты в финале сезона уже не щадили. Александр Желтов так и лидировал с первого до последнего круга. Сергей Долин сделал все, что мог, но удерживался, к сожалению, только на второй позиции. Василий Кричевский, наиболее вероятный претендент на третье место по итогам сезона, старался ехать неплохо, но за два круга до финиша его подвела машина, и в итоге Василий Кричевский до клетчатого флага не добрался. Напарники Сергея Долина старались помочь своему товарищу по команде, сдерживая Желтова при обгоне на круг, но даже это геройство в исполнении Юрия Цыганко только лишь привело к тому, что пилота оштрафовали судьи, а Желтов так и остался на первой позиции. Долин очень близко, но все же второй. Именно в таком порядке эти пилоты добрались до финиша гонки и до финиша всего сезона. Впервые в истории победителем Кубка России в национальном классе стал пилот команды «Такси-2» техникал-консалтинг Александр Желтов из Санкт-Петербурга. Рязанец Сергей Долин на второй позиции, ну а третье место, несмотря на свой сход, все-таки занял Василий Кричевский. Удача была на его стороне, только лишь по дополнительным показателям питерский таксист обошел одного из незаметных героев сезона Александра Птахина, гонщика из Рязани. Тот ни разу за весь год не был на призовом подиуме, но ехал быстро и стабильно, и в итоге совсем чуть-чуть не дотянул до звания бронзового призера Кубка России, оставшись четвертым. Ну а героем сезона без сомнения стал Александр Желтов. Угроза купания в фонтане была столь серьезной, что он начал выигрывать, выигрывать, и в итоге выиграл Кубок страны. Сергей Долин вернулся в гонки очень неплохо после пропущенного сезона, у него серебро, у Василия Кричевского бронза. Три лучшие команды сезона «Такси-2 Техникал Консалтинг», «Рязань-1» и «Джекпорт Шонгс Моторспорт». О гонках национального класса RTC вам рассказывал спортивный канал 7TV. Для вас работал Александр Кабановский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова